И так, наконец-то цена биткоина делает что-то, и запампилась на 13% за ночь, и сейчас торгуется чуть ниже 40 тысяч долларов. И в этом видео мы поговорим точно об этом, и как всегда в этом эпизоде мы сделаем технический анализ, посмотрим на различные таймфреймы, на дневной, на часовой график, но также на старшие таймфреймы, и поговорим, конечно же, о некоторых фундаментальных показателях, и почему цена сейчас, и почему сейчас все еще самое лучшее время, чтобы покупать биткоин, и почему вы все еще рано. И также в конце этого видео мы поговорим об очень интересных новостях про биткоин от Илона Маска, Амазон, и вся вот эта тема. Так что это будет очень интересный эпизод, обязательно досмотрите его до конца. В конце видео я дам вам свое персональное предсказание, во что я верю, что произойдет с ценой биткоина в этом году, какая моя цель, какой у меня план игры, так что обязательно оставайтесь и погнали к делу. И вот он я, Саня Декри, вернулся, и мы снова на графике биткоина. Итак, ребят, если вам нравятся эти видео, и хотите видеть их больше, да, я снова буду делать их, я вернулся, ребята, поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал на английском, ссылка в описании, и на CryptoComments, чтобы смотреть это в русском. Не забудьте нажать на колокольчик и на все дела, чтобы получать видео незамедлительно сразу, как только они появляются. Окей, ребята, что мы видим здесь на графике биткоина в часовом таймфрейме, что питок запампился на 13%. Если мы посмотрим на дневной график, то мы были зажаты в этом 30 тысяч долларовом диапазоне, и это было достаточно скучно. Просто освежу в вашей памяти, что происходило за последние полгода. Мы пришли в эту зону первый раз в самом начале 2021 года, в январе, как вы можете видеть, вот было начало этого года. Это было очень круто тогда, суперзахватывающе, новые исторические максимумы. Я помню, All Time High 2017 года, 20 тысяч долларов, мы пробили его, абсолютно невероятно круто в начале этого года, и потом пошли на 60 тысяч долларов, потусили там тоже достаточно долгое время, пару месяцев, почти на 65 тысяч долларов. И после этого цена биткоина ушла вниз, опять же, после фигни, которую сморозил Илон Маск, про зеленый майнинг. Мы все это видели в Твиттере. И, как бы, да, Илон был очень противоречивым в своих высказываниях про биткоин, про доджкоин, и я думаю, что это могло испугать только новых инвесторов, которые не понимают, как с этим всем работать, как себя вести на рынке. Но чем дольше вы на рынке, тем больше сопротивления вы выдерживаете, и вы уже не будете реагировать на весь этот фат и весь этот спам. И такая хрень уже вас не напугает. Так что такая тема... Окей, смотрите, мы вернулись снова в 30 тысяч долларовый коридор, и это было очень скучно и страшно многим. Я видел, что на всех торговых платформах упали объемы, меньше людей трейдило в этот момент. Лично я тоже не трейдил. У меня даже нет позиции открытой сейчас. Но, возможно, мы поговорим об этом в следующем видео, если вам интересно узнать о моих торговых стратегиях. Но, за чем сейчас я наблюдаю, это как-то за потенциальным пробоем из этого коридора 30 тысяч долларовых цен. Хорошие новости, что мы пробили вот эту 50-ю скользящую среднюю, и движемся в сторону 200-й дневной скользящей средней. И это будет, конечно, очень круто, когда мы до тут дойдем. Это будет подтверждение, что мы в бычьем рынке, если мы закрепимся выше нее. Но об этом поговорим чуть позже. Но, как вы можете видеть здесь, что мы приближаемся все ближе и ближе к пробою из этой зоны в 40 тысяч долларов. 30-40 тысяч долларов. Технически говоря, если вы посмотрите на вертикальные объемы, некоторые называют их еще горизонтальными объемами, то вы увидите, что у нас тут явно сильный регион про торговки, и у нас очень много хороших новостей, хорошие слухи. Так что ситуация выглядит очень хорошо, по быче, и я даже говорил это, когда мы дампились вот сюда ниже 30 тысяч долларов. Я постил в Твиттере, что рынок очень иррационален сейчас. У нас так много хороших новостей и фундаментала, но цена не реагирует на это. Поэтому такое происходит иногда, ребята. Надо это помнить, что есть очень хорошая цитата, гласящая, что рынок может вести себя иррационально гораздо дольше, чем ты можешь держаться на плаву. Так что да, обязательно будьте готовы к тому, чтобы иметь достаточной ликвидности, чтобы сохранять свою позицию, свою инвестицию, несмотря на движение рынка в обе стороны. Будьте готовы к обоим направлениям цены. Так что я, когда мы падали, я говорил, что я куплю еще больше, и когда мы поднимемся выше 100 тысяч долларов, то я буду, наверное, потихонечку начинать распродавать свою ходу позицию, чтобы реализовать часть прибыли и быть подготовленным к следующему медвежьему рынку. Друзья, представляем вашему вниманию замечательную криптовалютную биржу Exmo. Биржа на рынке с 2013 года, чтобы вы понимали, и показывает себя очень хорошо. Биржа зарегистрирована в Великобритании, что довольно неплохо, не сливает ваши персональные данные ФСБ и налоговой. На бирже самые низкие комиссии, благодаря функции гибкого кэшбэка. Вы можете торговать как на споте с комиссией 0,1%, так есть возможности маржинальной торговли, где комиссия тейкера составляет 0,05%, а комиссия мейкера 0%. Ниже просто не бывает. На бирже представлено очень много криптовалютных пар, листинг только проверенных монет, самое удобное мобильное приложение, простой интерфейс, все типы заявок, удобное пополнение с карты, сигналы, оповещения. И, конечно же, есть все языки, в том числе и русский язык. Вы можете переключиться вот здесь, чтобы облегчить вашу работу с этой биржей. Регистрируйтесь по ссылке из записания, присоединяйтесь к Эксмо и хеджируйте риски. На бирже с самыми низкими комиссиями. Что здесь сейчас мы видим на дневном графике? Мы торгуемся в районе 37-38 тысяч долларов сейчас. Очень интересно, сможем ли мы пробить этот психологический уровень в 40 тысяч долларов снова? Это будет пробитие психологического барьера, во-первых, потому что каждые 10 тысяч долларов это психологический барьер. Конечно же, 100 тысяч долларов будет очень большой барьер, психологический барьер. Но, смотрите, как только мы начнем пробитие из этого коридора, 30-40 тысяч, в который мы попали в начале января 2021, и мы выйдем из этой скучной территории флета, это может нас очень быстро забросить на... забросить в регион 50-60 тысяч долларов, потому что тут немного объемов проторговано, как вы видите. Не так много сопротивления там наверх, если мы полетим на следующий этаж. Так что еще я хочу взглянуть на макро-таймфрейм, о котором я говорил достаточно часто, ребята. Конечно, хочется отметить, что мы не видели еще ни разу коррекции такой формы в бычьем рынке, так же, как и вершины бычьего рынка такой формы мы не видели. И опять же, я лично верю в то, что этот бычьи рынок еще не закончен, и это не выглядит как вершина. Во-первых, нету резкой шпильки, вершина очень сглаженная, и я не верю, что рынки, тем более биткоин рынок, может нащупать вершину такой формы. И по факту в 2013-м вы можете видеть, что у нас была тоже большая локальная вершина с сильным падением на 70%, но после этого бычьи рынок не закончился, и мы улетели еще сильно-сильно наверх, к новым хаям. Так что, глядя на большую картину, лично я не верю, что мы пока вступаем в медвежий рынок в ближайшее, какое-либо ближайшее время. Если вы спросите меня, войдем ли мы в медвежий рынок через год, я сказал бы да, если мы увидим хорошую локальную вершину. Окей, давайте передвинемся, ребята, к следующей очень интересной информации. И это кое-что, о чем биткоинеры говорили много-много лет. Это инфляция. Любая фиатная валюта потерпит поражение. Самая успешная фиатная валюта всех времен и народов — это британский фунт. Даже она потерпела потерю 96% своей ценности. И знаете, это происходит со всеми фиатными валютами. Интересная вещь в том, что Европейский Центральный Банк или Федеральный Резерв Соединенных Штатов, или даже президент Соединенных Штатов Байден, они говорят, что они планируют снизить инфляцию или взять инфляцию под контроль. Если мы сделаем пару вещей, о которых я говорил, то мы с вами снизим инфляцию. Снизим инфляцию. Снизим инфляцию. В общем, не хочу я в этом эпизоде очень много фокусироваться на инфляции, но что вы уже, наверное, поняли, это то, что Федеральный Резерв и Европейский Центральный Банк, и даже президент Джо Байден, они все в полном затмении. Они не видят, что происходит. Или видят, но не хотят нам говорить. Короче говоря, ребят, просто на заметку, MT Money Stock, за которым мы все время посматриваем, если мы обновим страницу, вы можете посмотреть, что за последние дни, с мая 2021 года, последняя информация, которую мы здесь видим, это май. И все, что мы видим, что они вообще, несмотря на то, что мы видим памп, количество денег, мы даже не видим всю информацию. Они от нас ее стали скрывать. То есть, смотрите, последний месяц мы не видим, что происходит с MT, с MT Money Stock. И также оборачиваемость денег. Оборот денег, тоже мы не видим информацию сейчас, но в целом мы видим, что оборот падает, потому что деньги изымаются у простых людей и складываются под подушки масонов. Так что, в общем, вам нужно две вещи, чтобы экономика нормально развивалась. Это больше денег и больше оборот денег. Потому что если деньги не ходят между собой, то цена тоже не идет наверх. И проблема в том, что люди не могут оборачивать деньги, потому что все закрыто. И многие предприятия просто закрываются, но после этого все вот эти напечатанные деньги потихонечку хлынут в рынок, и оборачиваемость денег пойдет наверх. И это будет означать, что инфляция идет наверх. И вот то, что мы сейчас видим. Так что у нас была информация сначала о средней инфляции где-то в 2%, а сейчас мы видим про 5% в Соединенных Штатах, 5,5%. И они говорят, что это временно, и это уйдет, но на самом деле мы это с вами понимаем, что, скорее всего, я лично не уверен насчет этого. Я думаю, если вы посмотрите на активы, вы уже, ребята, можете заметить, что посмотрите на биткоин, посмотрите на золото, на фондовый рынок. Что происходит? Они все идут наверх. Почему они идут наверх? Потому что они более ценные, чем фиатные валюты? Да нет, на самом деле, они идут наверх только потому, что все больше и больше денег печатается. Все больше денег, чтобы их купить. И это все произойдет тоже и с едой, и с товарами, и с услугами. Все будет становиться более дорогим, потому что все больше нужно будет денег, чтобы это себе позволить. Короче говоря, инфляция, чуваки, такая тема. Инфляция реальная. Ребята, мы биткоинеры, с вами это понимаем, мы избранные в этом экономическом пиздеце. И в какой-то момент кто-то скажет, о, да ладно, это сюрприз, что инфляция вышла из-под контроля больше, чем 2%. Но нет, это не сюрприз, ребята, мы с вами это знаем. Это абсолютно ясно и видно, и инфляция выходит из-под контроля, как река из берегов. Так что поздравляю каждого биткоинера сейчас, потому что биткоин — это хедж против инфляции. Есть ограниченные предложения, мы знаем точно, как много биткоинов будет в конечном итоге. 21 миллион биткоинов — это абсолютная величина, которую сложно добыть и заполучить. Так что да, абсолютно прекрасно быть владельцем биткоина сейчас. Окей, и перед тем, как мы поговорим о моей финальной цели, я хочу быстро рассмотреть новости, и что, возможно, повлекло за собой это биткоин-ралли. Опять же, можно сказать, что Илон Маск был ответственен за это. Он был на конференции с Джеком Дорси и Кэти Ууд, и он показал, ребят, миру снова, что он верит в биткоин и в то, что это великолепная технология, потому что многие люди, особенно новые инвесторы, не были уверены, что скажет Илон Маск на какой он стороне, потому что Тесла сначала объявила, что принимает биткоин, и потом, что не принимает. Теперь выглядит, как будто бы они опять снова принимают биткоины. И он прояснил, что SpaceX тоже инвестировала в биткоин, и что он лично тоже ходлит биткоин, и он верит в биткоин и в крипту, и объяснил это абсолютно четко и ясно. Так что, да, я думаю, настроил Илон Маск сейчас более бычий, очевидно, бычий. И также у нас новые слухи, но это просто слухи, которые уже опровергли, кстати. Амазон собирается добавить платежи в биткоине, подтвердил инсайдер. Но знаете, ничего такого, у нас уже есть PayPal, Square, у нас так много приложений, в которых вы можете купить биткоин, биткоин кэш, лайткоин, лайтинг платежи и прочее. У нас есть целая страна Сальвадор, которая принимает биткоины, резервные валюты и так далее. Так что, новости очень бычьи, фундаментал бычий. Еще я хочу поговорить о вот этом графике по-быстрому. Это количество адресов в сети биткоина. И как вы можете видеть, сеть растет экспоненциально. И если у вас до сих пор нет биткоинов, спросите себя, как рано вы еще в этом пространстве. Спросите 10 из своих друзей, 20 из своих друзей, есть ли у них биткоины. Давайте проясним ситуацию и напишите в комментарии внизу, как много из ваших 10 друзей владеют биткоинами. Если я бы ответил на это, конечно же, у меня много биткоин-друзей, но я бы сказал, что 2 или 3 из моих 10 друзей имеют биткоины. И все остальные, все еще не имеют биткоины или нет серьезной суммы. Знаете, может, 2-3 доллара всего для тестовой транзакции. Я им посылал или что-нибудь типа того. Так что обязательно не пропустите эту лодку, спасательную шлюпку из этого тонущего титаника мирового финансового коллапса. Чуваки, даже если биткоин не даст 100 иксов в этом цикле уже, я бы сказал, что 10 иксов все еще возможно прямо в этом забеге. Вот мы здесь, смотрите, на логарифмическом графике за все время. Это, наверное, самая увлекательная часть этого видео. Во-первых, нет, я не думаю, что бычий рынок закончен. Вторая тема. Да, я все еще верю в то, что 100 тысяч долларов за биткоин вполне себе возможно. Я не говорю, что это точно произойдет, но я говорю, что, скорее всего, это более вероятно. Это все еще вероятный сценарий. И по правде говоря, ребята, если это произойдет в следующем году, а не в этом, то ничего страшного. Ну, подумаешь, я сделал предсказание, которое опоздало на пару месяцев. Так что я могу спокойно с этим прожить. Но я все еще вижу шансы того, что мы увидим 100 тысяч долларов за биткоин в этом году. И я не верю в то, что бычий рынок закончен. Теперь, если вы посмотрите на дневной график, то, может быть, кто-то интересуется в трейдинге. Еще раз говорю, я не торгую в этот момент. Я не говорю, что я никогда не буду больше трейдить. Я рассматриваю возможности входа в сделку. Но я буду ждать, пока мы пробьемся из этого коридора в 30-40 тысяч долларов. Когда мы запрыгнем выше 40 и там задержимся, это настроит меня более побычи. Так что я не трейдю, пока не вижу пробития, стопроцентного пробития. Выглядит хорошо, но я не говорю, что «Окей, мы летим на Луну, и все, завтра будем на 70 тысяч долларов». Нет. Я так не говорю. Я стараюсь быть реалистом и объективным на всех таймфреймах. И очевидно здесь, на часовом таймфрейме, что мы видим, что у нас очень сильный памп, и есть замедление, сейчас уже есть дамп, потому что это видео было сделано вчера. Соответственно, ищем точки входа, после консолидации встаем на пробой, используем риск-менеджмент, дисклеймер, торговля очень опасна. На споте можно докупать, с плечами можно аккуратненько залетать, но ставить стопики. Но если вы спросите меня мой совет, то я вам скажу так, если у вас нет ни одного биткоина и ни одного сатоши, срочно купите себе сколько-то, хотя бы миллион сатоши, хотя бы одну сотую биткоина. В одном биткоине 100 миллионов сатоши, если что. Почитайте обязательно книжки, типа «Биткоин стандарт» и всякие такие. И я сейчас читаю очень интересные книжки про фондовый рынок. Короче говоря, если вам понравилось это видео, чуваки, подпишитесь на канал Криптокомманс и на канал Саня, перевел Гринни. И для всех тех, кто скучал по мне, пока я не выкладывал ролики на YouTube, ищите меня в Инстаграме. Я тусил в Таскане. И, в общем, да, смотрите мой инстик, Саня Декри Офишл. Единственный официальный Саня Декри Точка Офишл. Спасибо вам большое, ребят, за просмотр, и я надеюсь, увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok